Всем привет! Я уверен, что многие из вас в детстве хотели сделать слайм, но у них не было нужного количества ингредиентов, как у меня, к слову. Моя слайм-эра приходилась на года, так, 2014-е, мне тогда было 12 лет, и я даже помню, что я продавал слаймы. Я люти-фанат слаймов, помню вот эти рецепты Стаси Мар, той самой, которая, я не знаю, просто, мне кажется, обманула весь интернет со своими. Делаю слайм без клея, без загустителя. Мне кажется, я тогда просто полпачки маминого шампуня перевел просто так зря. Но сейчас я взрослый, и я могу реализовать свои детские хотелки, то есть сделать слайм. Ну что, похимичим? Сегодня у нас огромная коробка с всякими украшательствами для эпоксидной смолы, но это все можно использовать в слаймах. Также у меня две упаковки клея, купил у себя на работе. Дети часто за ним приходят, значит, он годится для слаймов. Воздушный пластилин. На него была оценка, потому что некоторые из них высохшие, но, как бы, а некоторые-то нет, поэтому используем. У меня сегодня будет два слайма. Один обычный, другой так называемый баттер. Для сгущения понадобится тот самый натрия, этот роборат. Ну это, ну, давайте признаем, что это легенда. А еще, давайте, как бы, обсудим момент. Есть лизун, а есть слайм. И между ними колоссальная разница. Слайм это что-то более, как жвачка, лизун это что-то более, как жижа. И я прям помню, как мы после школы с одноклассниками шли в такой магазин под названием «Маленький гений» и покупали там слаймы. А там они были самые разные, таких, знаете, кислотных оттенков. Там внутри были разные подарочки маленькие, как игрушечки. Там они были в таких баночках, в бочках каких-то. Даже были, которые в унитазах. Но минусы всех слаймов, то, что через пару дней они начинали люто вонять. Так, давайте, как бы, ну, перестанем чуть-чуть разглагольствовать и начнем. Для первого слайма берем такой клей. Кстати, смотрите, он с аппликатором. Ну, то есть, удобно, да, пользоваться мы его. Убираем. Эту крышечку мы тоже убираем. Бэмс, 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 бэмс. Ой, кстати, он очень густой. Поэтому, я думаю, будет справедливо, если мы разбавим его немножко водой. Очень неудобный форм-фактор у этой бутылочки, вот что я могу сказать. Йоу. Теперь я понимаю, почему мама запрещала мне готовить вот эту дичь. Она понимала, что потом не останется живого места от всего. Чем перемешиваю, конечно же, ложкой, которую я буду кушать. Такая, знаете, жиденькая консистенция. Констинсти... Жиденькая. Я хочу добавить чего-то прям хайпового, знаете. Прям лютого хайпа. Давайте смотрим. Такое вот Т-стекло. Не знаю. Давайте добавим. Пусть будет. Такое, знаете, хочется немножко тематику неба соблюсти в этом слайме. Почему? Потому что у меня есть вот такие вот FIMO штучки. Их мы тоже добавим. Ну, чуть-чуть, знаете, чтобы так текстуру слайма немножечко не поменять. Боже, он говорит, как настоящий слайм одел. И знаете, чего мне хочется? Блёсток. У меня есть вот такие маленькие блёстки. Добавляем их только чуть-чуть. Я боюсь, что у меня весь дом потом будет в этих блёстках. Он люто. Использовал микропластик. Давайте опустим этот момент, что я использую очень много микропластика. Я не в той стадии веганства, когда я лютый экоактивист. Ещё у меня есть вот такой немножечко перламутр красный, да? Давайте чуть-чуть добавим прям капелюшку. Я переборщил. Эх, ой! Уф, Аллах, простите, пожалуйста. Так что пытались соблюсти тему неба, а получилась кровавая баня. Математику неба соблюсти в этом слайме. Получается... Слаймик пока что. Этот натрий, этот раборат очень ядрёный. Знаю по своему опыту. Поэтому мы набираем вот так чуть-чуть водички в пипетку. Ой, блядь. Вот так, короче, вниз в пипетке мы набрали немножко воды. У меня всё расплёскивается. Это что вообще за, блин, вообще капец? И вот так немножко мы разбавили, да? В идеале вообще потрясти. Но у меня всё здесь. Так, раствор мы и сделали. Так, давайте закроем на всякий случай. А то мне кажется, что я буду как Анастасис. Крушить всё вокруг. Совершенно случайно. Так, пока добавил 4 капли. Бэмс, уже что-то загущается. Я знаю, что нужно вымешивать очень тщательно. Потому что... Потому что так надо. Опа! Пошло дело. Вперёд, вперёд. Главное вымешивать. Очень тщательно. Потому что перезагустить слайм супер изи. Антон, капуста должна дать сок. Должна дать сок, надо мять. Да, понял. У меня ощущение, что он загущается какими-то комочками. Что-то мне подсказывает, что я его перезагустил. Я просто в ноль. Что это? Почему? Давайте пока поставим выливаться клей для следующего. Чтобы не добавлять воды. Потому что мне кажется, что... Sorry, ничего хорошего не выйдет. Мне кажется, стоит начать мешать руками. Боже! Почему какая-то часть загустилась прям невероятно сильно? Какая-то... Нет, ребят, это ужасно. Как вам такой слаймик? Эстетика? Я считаю, да. Опа, что-то получается. Что происходит? Я его перезагустил. Такой вот слаймик. Напомню лайфхак, что нужно использовать зубную пасту, чтобы его размягчить. У меня все руки в нем. Идем за зубной пастой. Ну, типа совсем прям горошину надо. Погнали. Знаете, что напоминают мне эти звуки? Вы смотрели «Ходячих мертвецов»? Вот что мне это напоминает. Так, этого не хватило. Добавляем еще. Главное, не переборщить. Кажется, я переборщил. Я забыл добавить крема. Знаете, порой я вот думаю. А, по сути, я ведь сейчас взрослый человек. Я бы мог исполнить все свои детские хотелки. А почему я сейчас этого не делаю? Так что, давайте, если вам понравится это видео, я продолжаю эту рубрику, где исполняю все свои детские хотелки. Он липнет к рукам. Давайте пока его отложим. Потому что... Боже. Отвали! Отстань! А, давайте-ка сейчас сделаем вот так. Бэмс. И чуть-чуть добавим. Дайнер, очень хорошо ты действуешь. Добавляешь загуститель после того, как добавлял размягчитель. С ним не поиграть. Ничего. Я попал себе в глаз. Нормально. Живем. Короче, я ставлю этому слайму ноль. Потому что он еще и колется. Скажи, а то слайм колется. Вот мой, да. Все, вали. Так, я помыть руки и продолжаем наш фестиваль. Хей-оу! Продолжаем! Продолжаем. Так. Довыдавливаем все остатки клея. На что я трачу свои деньги? Это видео стоило половину моего рабочего дня. Ну ладно, что я прибедняюсь. Давайте 1 четвертого моего рабочего дня. Это видео стоило. Ну и что? Зато мне весело. Чуть-чуть. Чуть-чуть водички. О! Мне кажется, я переборщил. Аккуратно мешаем в этот раз. Чтобы не было вот этой вот мерзопаковной пены. В этот раз я хочу сделать clear slime. И потом уже добавлять воздушный пластилин. Как думаете, выйдет? Мне кажется, да. Sorry. А у нас что, загустителя не осталось? Значит, намешиваем еще загустителя. У меня вода в кофейнике? Да. Вопросы? Боже, какой-то неудобный ракурт для съемки выбрал. Опять ничего не выходит. Так, либо мне продали какой-то супер ядреный натрия тетраборат. Либо у меня клей суперчувствительный к нему. Потому что другого объяснения я не могу. Ну, просто представить, дать. Никакой уже это не clear slime. А еще, помните, были такие сериалы про слайм в Bad Slime? Там девочка делала распаковку. И ей прислали слайм с иголками. Иголками. Я тогда заканчивал школу в это время. Мы с соседкой по парте это смотрели. Было супер весело. Так жалко было этой девочке. И страшно одновременно. То, что, блин, прикиньте, вам прислали слайм с иголками. Я, конечно, понимаю, что это, скорее всего, она сама. Знаете, вот сейчас та самая консистенция, когда очень легко загустить, типа переборщить. Но мы попробуем. Все, я переборщил. У меня уже, знаете, нервов не хватает. Я уже все. Он меня уже из себя вывел. Все, я ненавижу слаймы делать. Короче, дети меня обманули. Больше не верю детям. Берем воздушный пластилин. Вот, я ожидал, что будет что-то вот такое. Он так хрустит. А мне нравится, что получилось. Все, я ненавижу слаймы делать. Давайте еще белого добавим, чтобы прям оттенок масла был. Видите, что происходит? Короче, воздушный пластилин тема. Он делает слаймы приятными. Собирается 10 лайков, я делаю слаймы из ПВА. Давайте чуть-чуть добавим зубной пасты. Типа, что будет? Вам не интересно? Мне очень интересно. Я опять забыл добавить крема. Так, у меня есть такой вот крем смягчающий. От органик китчен. Ему уже очень много. Поэтому не жалко. Как бы, баттер слайм должен быть реально баттер. И пахнет приятно. Все, ребят. Это получилось. Это реально годно. Повторяем по этому лайфхаку, по этому рецепту. И у вас реально получится слайм. А еще я хочу попробовать разные рецепты Стаси Мар. И проверить их. Потому что в детстве многие из них не работали. Так, ну если у нас легкий пластилин так хорошо исправляет косяки и недочеты, то, может быть, и исправим предыдущий слайм. Вы просто посмотрите. Это же реально. Это текстура баттер. Боже. Love you. Давай в баночку. Хранить буду вот в таких контейнерах, пока не завоняют. Слушайте, как будто он уже и липнуть перестал. Ему, наверное, надо было просто отлежаться. Ну, знаете, со всеми бывает такое, да? Когда вы на всех злитесь, собачитесь. Ну, а вам по делу-то нужно просто отлежаться. Но все-таки мягкий пластилин я в него добавлю. Розовый или фиолетовый? Давайте розовый, потом, если что, фиолетовый. Матику небо соблюсти в этом слайме. А этот? Нет, этот уже подсохший. Такая, знаете, бабл-гам-живачная история получается. А может мы это? Еще мягкого пластилина добавим. Как смотрите на такое выступление? Мне кажется, да, мне кажется, стоит. Бэмс. Такой, ну прям нежнятинка. То, что мы любим. Сейчас еще и крем обобахнем. Чтобы вообще со всех фронтов. Боже, нет, я переборщил с кремом. Нет. Нет. А нет, все хорошо. Я маю, но не драматизирую. Мой микрофон за один рубль с мегамаркета по промокоду решил полностью отключить звук до конца этого видео. Поэтому, не переключаемся. Я озвучиваю in real life. Ой, ну, он вообще очень сильно колется и какой-то неприятный. Я зря в него добавил битое стекло. И просто мои ладони полностью в крови. Все. Иди обратно домой. Ты наказан. Ну, вот и все, дорогие мои. Ставим лайки этому видео. Подписываемся на канал. Я для вас очень старался. Если хотите новые подобные видео, как бы, ну, ставим свои реакции. Я собираюсь продолжать подобную рубрику. Очень вас сильно люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok